здравствуйте друзья что-то в этом году со льдом совсем все плохо а хочется куда-нибудь на новые места съездить я сейчас проехал по приморскому шоссе зеленая рощи там наломано вообще такие горы льда и прямо видно вода там на льду не поймешь что черные какие-то пятна стрёмные никого конечно рыбаков не туда там не про не пройти не проехать двадцать первом километре песках там четыре сантиметра лед переломанный уже желание нет никакого я приехал гормиловскую бухту место красивейшая правда вот на том берегу какой-то поселок построили дома стоят я там сначала остановился то есть я сейчас приехал 65 километр машина стоит тут я близко здесь не стал подъезжать берегу хотя можно здесь подъехать 65 километр 65 километр приморского шоссе зеленогорска я там раньше еще на пару километров останавливался там не вода у берега а здесь вот камышек такой здесь нормальный выход и кто-то вот выходил я хочу вот там вот на выходе там такая гряда песчаная она почти всю бухту перекрывает и на этой гряде я хорошо в свое время ловил окушка и крупный окунь был до килограмма весом а нет так платвичку там сядем на платвичку ладно здесь в принципе можно сейчас даже том году снега было море так тут все было не пройти здесь в принципе можно с палаткой приехать на бережку где-нибудь стать тут снега почти нету ну потому что дожди были все смыло что нападало здесь ветра дожди а так место шикарная тишина чисто ну только что если вы с палаткой приедете что так после вас осталось потому что природа конечно обалдеть здесь какая как до верующего храма гадить храме грех тишина никого людей нету насчет дровишек здесь не знаю потому что летом то здесь людей бывает я думаю что сухостой здесь весь повырублен с собой привести что там проблема в мешочек дровишек привести сейчас они в любых строительных магазинах продаются заехали сухих купили чем тут лазать ну а здесь найдете какой сучок тоже сгодится ладно пойдем на лед вышел на лед солнце такое сквозь лучу берега конечно тут девственные есть вот камышек в принципе здесь какие-нибудь жерлички можно влупить при желании я не ловил никогда наверное можно хотя вот в окуневой бухте там тоже камыш но там никакой щуки нет тут все таки наверное вода солоноватая уже ближе к морю то вермиловская закрытая бухта может какая щучка тут есть пойдем туда вот на выход так ну пришел на краешек этой отмели сейчас отсюда и начну ну такая песочек камушки там дальше ближе к морю там камни такие огромные волны люди есть вот но это видно с этого дома вот тут вот пара сеток стоит но такие они промысловые потому что промысловики не ставят по 60 метров сети так на покушать люди поставили себя чуть-чуть я как бы не против этого если и чейность соблюдаешь если не ловишь там судака 35 кай как промысловики делают сороковкой ловит то большого вреда ты не нанесешь жить у воды и покупать рыбу в магазине тоже как-то не по фэн-шую так ладно меня просили показать свою удочку но я уже показывал несколько раз но если просят не сложно повторить так леска 04 04 кивок этот ручной работы я не знаю я его покупал в рыболовном магазине у юры вот отличный кивок то есть ему уже второй год без всяких признаков разрушения сделан качественно здесь какой-то материал не металл кевлар может не знаю так леска 014 флюрокарбон написано она недорогая там она стоит и 200 чем-то рублей тоже юры покупал ну как бы проверял действительно флюрокарбон я на эту леску вытаскивал летом судака 27 килограмма видео есть на канале и судак был бешеный реально бешеный не как вот эти висят как сосиска их достаешь с 15 метров у них у него глаза из орбит и он уже в шоке ему уже кирдык приходит я почему не люблю про судака видео снимать что он не дрыгается уже его достаешь ну ладно это как бы лирика а я померил потом после того как этого 27 судака достал микрометром мере она 01 то есть она прошла через колечки на спиннинге и стала овальная леска а выдержала потом как-нибудь покажу катушку сейчас просто нету с собой так здесь блесенка обычная я не знаю еще наверное ну не советская но начала века точно продаются они в любом рыболовном россыпи имеете блесны копейки стоят их наделали столько что единственное что его тут поставил колечко потому что здесь отверстие хоть его зенку и хоть не зенку и на нем все равно леска перетирается а на колечке все таки нет такого нагрузки на леску здесь поводочек короткий он тоже привязан против шерсти вот так вот но так как леска это 0,14 а не 0,3 то есть он все равно за эту запутывается ну это не страшно для рыбы ловлю я и окуня и плотву и густеру и всю рыбу на эту удочку то есть плотве вообще толщина леска неважно а если окунь начинает капризничать у меня есть там и 0,08 и 0,72 удочки с леской то есть чтобы я мог в процессе рыбалки то есть он начинает стукать не клевать а стукать или засекаться багриться багриться вот за эту значит надо утончать леску это верный сигнал так раз два три три метра нормально с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, что-то здесь я когда-то ловил... Ладно, пьем кофе... Будет что, включусь... О, первая рыба... Но такого чуда я еще не видал, честно говоря... В эту зиму... Ох ты, шнурок... Эх ты... Да, рыба знатная... Время 11... Я так и двигаюсь... Через 100 метров сверлю... Так, поклевывает чуть-чуть... Ну, такой... Не очень... Уже дошел... До маяка... Ну, кто знает... 58-й километр, где корышку ловят... Там дорога вдоль... Она как бы... С Приморского шоссе... Там выше съезжаешь... И потом вдоль залива... И здесь вот... К маякам сюда выходишь... Корюшатников нету никого... Вообще ни одного человека... Обычно тут сидит много людей на корюшку... И такой сырой весь... Как бы... Вон... Корабль стоит... Или буксир морской... Что-то такое... Там на Приморск... Туда вот за этим уже... Мысом... Уже там... Начинаются всякие терминалы... Всякая фигня... Портовая... Вот... А мы сейчас вот вокруг вот этой гряды полазаем... Что-то снег пошел... То не было... Пошел... Опять... То ли дождь... То ли снег... Ну... Нормально... Ладно... Люди есть... Так... Но немного... Мало совсем... Это наверное с этого вот поселочка... Тут какой-то на берегу... Что-то маленькое... Ооо... Какая... Ооо... Так... Так... Продолжение следует... Балтийское называется вот этот поселок. Посмотрел по карте. Там еще дальше коттеджный какой-то поселок. Пришел тут к этой отмеле. Мыс тут вот этот. Край Ермиловской бухты. Выход туда. Корюшка есть. Одну поймал. Чего ж людей-то? Там вот какая-то точка есть, но вы не увидите. Я-то... А, вон там, вдалеке. Но это, может, промысловики там, потому что одна точка на всем заливе. Ну, сейчас полазаем вокруг вот этой. Я уже вплотную подошел к этой отмеле каменистой. Тут, правда, камни можно ножи сломать. Но у меня запасная есть, если что. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Там вот этот джойстик Нафиг они его туда поставили Зачем он там нужен Держать в руках его этот навигатор Руки мерзнут Да экран замерзает жидкокристаллический А в карман положишь Он там этим джойстиком понажимает Какие-то точки запишет лишние Зачем это надо Он за все цепляется этот джойстик Был же вот этот нормальный трекс О, видно уже стало Зачем исправлять Работает, работает он на батарейках А этот десятый У него вот этот джойстик Он за все цепляется И у более дорогих моделей Они вот нафига его сюда прилепили И главное он дублирует Вот эти кнопки То есть он никакой функции не несет Он просто дублирует кнопки За каким он лешим Теперь его в карман не положишь Этот навигатор Надо выключать Или вместе с рукой Вот так вот в карман ложить Чтобы этот джойстик Ни за что не зацепился Но лучше ничего нет пока То есть вот эти цветные экраны Вот эти карты Оно мне нафиг не надо Если мне надо Карты я в телефоне посмотрю Этот навигатор должен быть Чем проще тем лучше Только точки запоминать Ну может маршруты Треки там Если для грибников К примеру Да он и не ловит в лесу Он ловит на открытых участках А в лесу он потеряется И в городе потеряется Там дома заслоняют эти спутники В городе в лесу С телефоном нормально Ты ж не ходишь под проливным дождем Грибы не собираешь А на рыбалке очень даже запросто А этот он водостойкий То есть я его мочил фиг знает сколько Раз У него уже вот Полоса такая по экрану идет Ну это давно Еще лет 10 она появилась Может где уронил Ну я так не роняю вообще приборы Убежал Хулиган Убежал Ладно буду рыбу ловить Главное только похвалил кивок И он у меня сломался пополам Обалдеть Ничего себе Да Надо новый покупать Ничего он сломался Окунь то Интересно Девки пляшут Да Это не металл Это какой-то пластик Интересный Да Надо другую водочку доставать О какой Такой О, какой хороший Сел тут на обратном пути На луночку, где с блесной пробегал Назад иду С ведьмой Прямо вот напротив вот этого Балтийского Ой, зараза, погуби Погуби, погуби Погуби Закапризничал Такая погода Так, ну это мелочь Ну ладно, друзья Буду я заканчивать Рыбки вот поймали Килограмм Четыре, наверное Хорошие пушки Грамм четыреста Нормальные Еще там где-то пару курюшин На пяти метрах курюшка Ну мелкая такая Видно только начинает Или местная вообще какая-нибудь тут крутится Ну это там На выходе из бухты Сейчас уже назад к машине пришел Вот здесь я заходил Сел просто взмок идти Вроде не тяжело идти А так накрутил за день Тут я не знаю Километров пять-то находил С санками Да тепло одет А на улице не холодно Сел отдохнуть И оно так это И поклевывает Слушайте И ловил сначала на эту На ведьму 0,08 леска А здесь у меня 0,2 леска И это Блесна такая здоровая И крючок такой С бисером здоровый И клюют такие окушки И чего Плохие что ли Хорошие Коптить так вообще лучше не надо Прокапчивается Прокапливается Замечательно Ну ладно Всего хорошего друзья Еще порыбачим